Все. Меня зовут Владислав. Я коммерческий директор студии «Италия». У меня такой опыт как раз связан с сегодняшней темой. Я довольно долго работаю на стороне клиента и уже, наверное, относительно долго работаю на стороне агентства. Поэтому мне кажется, что я знаю, как и ту, и другую сторону агрикаты. О чем расскажу? О сумме, о услуге, которую мы называем поддержкой, которая существует на рынке в какой-то степени. Скажу, как мы ее понимаем, какие там есть минусы, плюсы. Ну и дам какой-то, наверное, свой вижен того, что нужно сделать вам, если у вас ее нет, для того, чтобы ее внедрить в секунду. Так, как бы, пиар-директор, который, по-моему, не готовить эту презентацию, поставил тортик. Ожидаю, что здесь, по-моему, девушки. Курсы как-то будут. Я вижу, что это, по-моему, на сервисе, не так, не очень. Значит, что я понимаю от типа лицу, который продается на рынке? На самом деле, их-то, наверное, много, но, грубо, я делю их на три штуки. Первое, это когда продают поюли, это, да, кусочек тортика. Второе, это когда продают целый торт, например, проект САНИ. Да, в первом случае, это памятник, да. И третье, это уже услуга поддержки, в которую входит кофе, торт, пирожные, бокалы и чай. Вот. Вот как раз эти три услуги есть. Немножечко в сторону запада. Значит, в принципе, там рынок устоявшийся, и поэтому услуга суппорта, она, вначале, предлагается обедствием клиенту. И клиенту не надо объяснять, что такое суппорта. Для них это как бы мутантность, понятное, и говорится только об условиях. У нас, как бы, в этой ситуации немного другого, другая, в этой свете. Вот. Большинство ведущих агентств, особенно в части продакшена, модель суппорта, у них является основной. Они сфокусированы на долгосрочных отношениях, а модель суппорта – это именно на долгосрочных отношениях. А вот следующий год, иногда заключается на два-три года. Вот. Наш рынок, он больше, как бы, на проект, на 100%. Мы сделали проект, мы сближались, сделали юнит, мы сближались. Да? Вот. Поэтому, как бы, у них, скорее, агентство предлагает клиенту. У нас пока немножко наоборот все случаи, большинство случаев, которые я видел в России, это не клиенты, то есть не агентство приходит к клиенту с этим предложением, а наоборот клиент. Чаще всего это какие-нибудь мультинациональные компании, которые внутри уже знают о кейсах других регионов, потому что есть такой способ, либо это агентство, которое работает на, там, на мировом контракте, и этот регион тоже отрабатывает. Поэтому клиент приходит и просит эти услуги. Вот, там, один из, там, ведущих, наверное, поставщиков услуги суппорта у нас это Актиз, как я понимаю, да? И когда Майкрософт приходил к Актизу за эти услуги, наверное, первый год Майкрософт эту услугу устроил, да? Устроил ее в Актиз. Актиз ее устроил, конечно. Как бы, у Актиза были для этого, там, какие-то, понимания, но в реальности все бизнес-процессы, все нормативы, все там даже, ну, грубо говоря, СЛИ были прописаны Майкрософтом, которые были линии, которые были созданы, потому что у них было прицеление, да? Но в основном, когда там. На самом деле, их много условий. Я выделяю вот эти четыре с Актизом, с нами, с Адэвэйским софтом, да? Актиз, вы знаете, поддерживает тот же Майкрософт Локи, у этого есть свои проекты, там, например, магазин МТС. Мы по... на Супорте у нас находится Мегафон, Самсунг, Касперский, это вот, наверное, четыре такие машины большие, вот, есть еще более мелкие, но, например, ну, основу составляет Айн. Есть еще такое понятие поддержки у большинства агентств на рынке, да? Это поддержка, которая продается за 50 тысяч рублей, и, как мне рассказывал один клиент, люди, в общем, даже не очень понимают, что они продают, да? Тем более, клиент не понимают, что покупают, чаще всего это что-то типа того, чтобы вам ответить на звонок. То есть, вот, он рассказал такую историю, когда он звонит в агентство, которое сделал проект, и через пару месяцев они, там, куда-то попали, в смысле, клиент допал, и вдруг им что-то помогает. Они звонят, спрашивают, можно ли нам заменить вот эту ссылочку на мою ссылочку, менеджер с ними разговаривает примерно так, а он поддержку ставил, ну, и как все запущие, то есть, вот, как бы, его, его понимание этой услуги, это, как бы, возможности получения, там, реакции на звонок, это, как бы, этим обещают. Мое мнение, что большинство услуг субпорта на нашем рынке, это именно так, что я понимаю, что мы понимаем, вот, услуги субпорта. В первую очередь, это выделенная команда. Клиент получает выделенную команду тех специалистов, которые ему нужны, то количество часов, то количество, там, сотрудников команды, которые ему надо, он получает СЛА, то есть, он получает гарантию каких-то, гарантию сервисов, я потом уже там чуть-чуть подробно расскажу. И все это продается не по юнитам, а по ежемесячным платникам, вот это фигурит, да, ну, как бы, квинтэссенция этой услуги, вот эти трех курсов, трех курсов, трех курсов. Чуть более подробно, что получает клиент. Он получает выделенную команду, это его, в этом есть, как бы, определенные преимущества для него. Во-первых, он открывает все экспертизы, которые ему нужны. Ну, ему там, контент-менеджеры получают, например, копирайтеры, программисты, текст-дизайнеры, коллеги, что вы поняли, то, что нужно конкретно этому клиенту. Во-вторых, он получает, как бы, команду, которая работает с ними в доме. Да, соответственно, через какое-то количество времени, через несколько месяцев, она уже понимает, там, все какие-то, там, частности этого клиента. Понимает, что, там, на кино-то надо рисовать без хвоста, потому что, в 80-х он стал потерял этот хвост. Да, понимает, что в микрофоне, когда надо писать, то, что он уже по-молчанию это делает, как бы, как бы, ну, такие какие-то, не очень. Понимает, то есть, ну, как бы, появляется знание клиента уже на уровне менеджера людей, как и этот, и есть, которые он продолжает. И, в принципе, для клиента это некий хаос, то есть, он, в принципе, получает, как бы, команду, которая работает для него, как будто хаос. Второе, что он получает, это то, что называется SLA. В SLA прописано много вещей, но основное, это нормативы, нормативы по времени реакции, в времени реакции на любые какие-то заработки, например, есть определенные, ну, часы, минуты за то, то, то время, которое мы должны преодолевать. У него есть нормативы по реализации, есть типовые какие-то вещи, которые мы прописываем в договоре, что банер делается, ну, два с половиной часа, там, не знаю, там, текст размещается на сайте в течение часа, ну, вот такие вещи. Но эти все вещи прописываются в SLA, также там, к сожалению, для нас прописываются и штрафы за то, что мы эти вещи делаем, два с половиной часа, два с половиной месяца. Клиент получает довольно гибкую управляемую команду и может планировать ресурсы. К примеру, у него, как бы, ну, довольно долго рассчитываем с ними время и команда, которая им нужна. К примеру, у Samsung, да, Samsung у нас не поддерживает, у них довольно много рекламных кампаний в течение месяца, да, и бывает месяц, когда у них там, там, восемь ночи, а бывает месяц, когда-то нет, да, но менеджер, менеджер со стороны клиента, имея весь свой roadmap-нагр, он может ровно конструкцию на имеющуюся команду, зная, что она у него есть, зная, что она достаточно гибкая, перепрыгаясь с той задачей на другую, и главное, он понимает, что она всегда там, ну, на тот уровень, как бы, часов, которые есть, она всегда есть. Клиент, в принципе, выигрывает стоимость, то есть, когда мы торгуемся за стоимость их поддержки, у них довольно простое понимание, если у человека час стоит, ну, 3 тысячи рублей, то поддержка он должен стоить 2-3 тысячи рублей, да, если они, как бы, покупают это. И очень, как бы, когда у тебя довольно прозрачная схема, потому как ты считаешь, что эти часы, и у них заложена упражненность, то, в принципе, этот выигрыш стоимости для нас чаще всего означает снижение упражненности, но мы очень не оберегаем. Пропрощаются документы обороты, это хорошо и для агентства, и для менеджер, это действительно хорошо, если работать с крупными клиентами, понимаете, как много времени это отнимает. И сокращается время на всякие тендеры и оценки, которые они проводят в течение года, когда пытаются сделать какой-то проект, да, они, клиенты, которые довольно много работают на рынке, они это ценят. То есть те, которые начинают, им интересно попробовать с тем, агентству, сети, сарапостранные ценки, ну, цены подымпинговать, точнее, заставить импинговать, но когда они работают вместе, они понимают, что они на это тратят неделю. Неделю, в течение, там, месяца, который будет не путаться на рынке. Поэтому отработав стоимость однажды, подписывая эту программу, они, как бы, возвращают все время на вот эти штуки. Что получают они? Ну, вот такие очевидные, наверное, плюсы. Это мы получаем равномерно и гарантируем эту загрузку наших людей на год, если у нас контракт на год, либо даже на гроши. Мы получаем гарантируемый пришел, причем мы знаем, когда эти деньги, мы не подбиваем их там актами, ждем их согласований и так далее, а более-менее регулярны, в зависимости от того, какой клиент, какой город нам насчет. И мы там, я, как и хирургическое, я думаю, за этим с ним нет, мы понимаем, что вот от этих, вот этих, у нас деньги, которые в такое-то время, можно вонять в свою финансовую деятельность. Есть, на самом деле, вот то, что я вижу, есть нарушение внутренней эффективности за счет такого внешнего центра. Мы довольно глубоко опускаем клиента внутрь вот этого процесса, они требуют этого, да, то есть они, как бы, работают с нами на уровне исполнителя. Они не всегда могут общаться с этим исполнителем, но они, грубо говоря, могут его уволить, да, они, смотрите, что там на участке, который нам уже и достаточно проседает, и, грубо говоря, замените им это все, да, как это нам нужно. Тем самым они нам самим помогают, как бы, отточить эффективность специалистов и, ну, в общем, является для нас центром. Ну и, как бы, поддержка, она дает нам возможность работать на, ну, формировать какие-то долгосрочные отношения с нами. Это, как я говорил, основа, основной, как бы, бейдер услуги поддержки, потому что, как и на Западе, да, так и у нас взрослые детства, они рисуются на долгосрочные отношения. Нам не интересен клиент, который, с которым мы сделаем проект, и потом, как бы, его потеряем. Нам интересно, как бы, его возвращаем, да, потому что мы зачастую можем даже недостаточно хорошо заработать для первого проекта. Но в долгосрочной перспективе, если вы не имеете достаточное количество задач, нам это намного интереснее. Поэтому для нас это было важно. Ну, какие там есть подводные камни, значит... Самый главный, просяд, то, что большинство клиентов очень-очень трудно ездить на эту услугу. Основной их, как бы, 40, что-то, это то, что, как бы, агентство обновляет. Агентство, как бы, получит профиль, и, как бы, ничего не будет делать, будет работать на другого клиента, команда не будет работать на него, и, как бы, опыт, и, как бы, объяснять приходится долго. То есть, ну, как бы, я сталкиваюсь с этим больше всего, и, как бы, если иностранные компании, как бы, узнают саму эту услугу, и не надо объяснять вообще, зачем так, а не просто по проектам, то российские приходится долго объяснять, и вот через это мы проходим там ежедневно. Вторая, обратная сторона медали, когда мы, как агентство, сами не для этого прокачивались. Нам не хотим показывать, что наш программист в реальности делает задачу 4 часа, а не 16-го, как мы, если мы съедите. Да, мы не хотим, чтобы нас за это поймали там раз, два, три. Система работы по субботу такова, что вот там не очень-то все это спрячешь, что надо, как бы, очень много над этим работать. Но, в принципе, на уровне отчетов, на уровне оценок и факта, они довольно быстро видятся, быстро понимают, где у нас есть перегубы в части неточности оценок. Ну, здесь рецепт простой, надо, как бы, поэтому не хотите научиться красиво, прямо чаще. Потому что на Афере я говорил о том, что мы не раз, скажем так, когда мы попадаем, начинаем работать с первого, там, первые месяцы, у нас это, ну, я не скажу, что часто, но бывает, частично бывает. Да, мы попадали на штрафы, и что мы штрафы большие, тут, опять же, зависит все от того, как вы договорились. То есть вы подписывали с новой договоре какие-то ограничения, что не больше того, там, и так далее. Но, в целом, мы попадали довольно крупные цифры по проектам, где мы не выполняли дополнительную тему. Я объяснял, почему, но, в принципе, суббор, он обладает низкой, более низкой маржинальностью, чем проектная работа. Если не брать случай, когда, как предыдущие, докладчики рассказывают, когда мы оценили проект, там, 20 часов, а делали 200, да, когда, как бы, все ложится, там, на агентство, и агентство, как бы, очень сильно тратит, находит в угол. Но, в целом, невысокая маржинальность происходит, потому что ты продаешь часы, ты продаешься скидкой, часы более или менее честные, закладывать, там, в принципе, по центру маржинальность часы довольно сложно, потому что они видят рынок, и, за сколько это стоит. В принципе, они даже принимают примерные зарплаты, и мы от зарплаты ее показываем. Вот, поэтому маржинальность немного высокая, но стабильная. Я все равно, потому что мы видим по прошлому, мы видим по прошлому, я вижу, что мы на этой услуге более качественные заработки, более стабильны, чем мы вот эти вот истории с Тайм. Есть такая проблема, что команде становится скучной. То есть команда, которая долго работает на Disney, например, у нас, да, она, двое, и ее начинает кошмить от всех этих героев, там, тех, что будет Моус, Куластов и так далее. Мы ротируем. Мы стараемся ротировать, хотя клиент не всегда за это, и вот мы, например, меняли менеджера, который работал на Disney, переводили его на микрофон, со столбик со стороны кисты, но, как бы, мы объясняли это тем, что... Ну, вот, смотрите, значит, в общем, такая теоретическая часть, что такое сусло, тысяча легоетят, минус плюс, и у меня закончилось. Теперь я там плавно перехожу к тому, что надо сделать, для того, чтобы она была в нашем агентстве, и мы на самом деле большинство берегов. Я не могу сказать, что мы там в токе уже за этот день, мы все еще работаем над этим, все еще, как-то, тестируем, пробуем и так далее, и на каждых ошибках учимся, и наши сутки, договора, по всем детям сильно различаются, и по спектру услуг, и по условиям. Предпосылки, которые должны быть, на мой взгляд, на самом деле, должны быть крупные клиенты, большим потоком и разные задачи, потому что клиенту интересно покупать всю экспертизу целиком, то есть, то, что я перечисал, нужны те, 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 те специалисты, и он может покупать в одном месте, в одном окне, вот, он тогда что-то экономит в этом случае время, вот, поэтому нужен такой клиент. Дальше это, у нас должны быть такие специалисты, мы под супруг договора нанимали, то есть, там, Samsung нужна очень много работы с иллюстратором, у нас никогда не было в штате, он нам не нужен был, да, мы всегда его фрилансили, но здесь пошел такой поток на full-time, да, мы его взяли, он понадобится, были еще такие, есть, как бы, в Disney нужно много поработать с конвертацией видео, тоже, как бы, обычно нам не нужно было, здесь пошел поток, мы его взяли, то есть, должен быть этот набор специалистов, должен быть у вас, либо в фрилансе, если вы им управляете, надежно управляете, либо в штате, как это делаем, ну, как бы, в нашем случае, это опыт работы средства, мы не выходили на супруг договор до того, как не поработали с ним несколько лет, то есть, если, как бы, уже появлялся это доверие, уже могли оценить, то есть, что работа не будет, ты ему очень четко говоришь, там, тебе нужно 600 часов, 600 часов каких-то, таких-то специалистов, исходя из нашего, какого, он знает, там, смотря на предыдущие следы месяцев и так далее, понимает, что да, это похоже на правду или снижающую акцию, как бы, действительно нужно, нужно что-то клиентам, это сложно, но, как бы, супруг моделей, она вся строится на доверие, то есть, вот, в том случае, я не могу сказать, что они верят, там, каждому нашему чипу, но на уровне этого общего понимания, там, с точки зрения, там, не знаю, топ-менеджер компании и доверие в целом, как компания, оно есть, и до этого, если бы его не было, оно будет прошиваться. А теперь, как бы, шаги, да, которые нужны, нужны, чтобы, там, на мой взгляд, нужны, чтобы были все эти предпосылки, о которых я говорил, нужно очень хорошо настроенное то, о чем мы говорили в предыдущем облаче, да, то есть, нужна система лучшего времени, она должна уже работать, как бы, выходить на субботу, когда у вас этого нет, невозможно уже на первой неделе вы, как бы, начнете понимать все минусы, вы должны понимать все, как происходят оценки, вы должны уметь планировать, вы должны сравнивать план с фактом, все это уже должно работать, вот. У вас должны быть выстроенные бизнес-процессы внутри по реализации проекта, и вам нужно эти бизнес-процессы связать с процессами клиента, и прописать их в них, там, регламенте взаимодействия. Вам нужен весь инструментарий, инструментарий, я понимаю, там, системы управления проектом, всяческие, там, джиры, редманы, рискапы и так далее, они всегда индивидуально отдаются под клиента, и бывают особенности клиента, который требует определенную систему, да, вот, например, у нас пока не удалось составить их всех работать так, как нам нужно, когда мы скажем, клиент чего-то своего требования, тот же Samsung, мы поверили в этой молодой, как бы, системе основки задачи, и, ну, заставил нас, ну, ладно, известно, понятно, но в целом. Она будет докручиваться, эта система, она будет еще докручиваться во время обработки, в основном в части отчета, то есть клиент будет постоянно требовать отчета, который не может быть вознаправленный времени, эффективности, там, и так далее. Вам нужен будет прайс-лист, прайс-лист по типовым вещам, здесь, как бы, он, может быть, тот, который вы используете в агентстве, но, скорее всего, он потребует каких-то изменений, либо каких-то скидов, которые вы будете давать на скид, но там будут типовые вещи, например, те же баннеры, их стоит, да, просто цените сходить надо. Вам для СВ нужно будет написать все аномативы по времени реакции, реализации и так далее, то есть те, которые клиент у вас купит, здесь больше всего, на этом пункте, больше всего здесь проводят, да, то есть клиент хочет реакции, там, 15 минут, когда же они говорили, там, минимум 2 часа, потому что 1 час, я вам буду завести, да, вот. И, как бы, двусуточная либо очередь, ну и так далее. Потом это все заносится в СВ, договор, который мы делаем, я говорил о том, что он у нас разный для всех клиентов, есть какие-то типовые вещи, но, в частности, мотивы, они все все-таки такие, как бы, и то, что обычно появляются уже твой для работы, у нас это есть, потому что, там, как бы, есть опыт работы с другими клиентами, но обычно появляется поход, то есть, там, есть постоянные встречи с ними, там, ежедневные, ежедневные, квартальные, а, крысок, о которых я рассказывал, делал еще, там, годовые выезды, когда они, там, купюр собирали, команды, и где происходит оценка внешне, а тут и оценка того, как работа для государственного база нет, но она, вообще, такая, разместленная, там очень много вопросов, оценка, в принципе, она, как бы, ну, не будет, что реально, а реально работа в счете, конечно, стоит. В общем, да, грубо говоря, на основе него принимается решение о переходе суббота на, как бы, на следующий год, как он уже и будет. Здесь я еще раз повторю то, что, то, что нужно сделать, грубо говоря, выстроить все, что, все, что касается суббота в части, там, бизнес-процесса внутри агентства и соединить эту штуку с клиентом, да, и все это заключить до своего, там, отключения всего. Ну, и в завершение, кофе мы перейдем, вот есть такая, как бы, я не знаю, где ее нашел, есть такая, как бы, шкала, там, шкала ценностей, да, когда появляется кофейные зерна, сырье, которое продает наша страна, когда есть продукт, на этом этапе, на мой взгляд, на этом этапе находится сейчас наш рынок, да, то есть большинство агентств продают продукты, это проекты, баннеры, как и так далее. То, что я говорю сейчас, это непродушенный сервис, и многие диджитовые агентства сейчас модно пытаются идти в следующей фазе, когда они продают экспириенции, да, ощущения. И, к сожалению, очень многие агентства пытаются перейти к вот последней вот этой штучки, минуя, как бы, сервис. И минус в этом в том, что они, продавая, как бы, ощущения, не могут выглядеть базовые, базовые качественные сервисы, да, а без него все ощущения очень быстро, очень скоро переходят в негативные ощущения. Спасибо. Спасибо. Спасибо.